МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урожайность надо повысить, а цены сделать более доступными. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко говорил во время своей рабочей поездки в Артемовский городской округ. Так глава региона посетил тепличный комплекс. Крупнее теплиц, чем в Сураже, в Кинодальном Востоке нет. За что продукцию Приморсу полюбили Андрей Тарасенко показывает директор предприятия Владимир Сидоренко. Здесь все по последнему слову техники. Вот такой салат. Прекрасный, свеженький, хрустящий. Можете попробовать. Чистейшая продукция. Вы прямо оторвите. Попробуйте. Вкусный, прекрасный салат. Попробуйте. Зелень и овощи агрономы выращивают в закрытом грунте круглый год. Сейчас вышли на объем в 3,5 тысячи тонн. Готовы и больше, но процесс тормозят высокие энерготарифы. Предприятие не раз оказывалось в долговой яме, поэтому решили перейти на газ. Пока же Андрей Тарасенко пообещал договориться с крупным энергохолдингом страны Русгидро о реструктуризации долгов тепличному хозяйству. Другая сложность – сбытие продукции. Из-за высоких наценок в магазинах салаты стоят в 2-3 раза дороже, хотя их себестоимость – 35 рублей. Наценка стандартная. Вот как только мы сейчас зайдем на продажу, 100%, 150% – это бахтиниками. Я отвечаю за свои слова. Андрей Тарасенко подчеркнул, что уже сделал выводы. Проблема в крае системная. Заявил, что будет с ней разбираться. Один из выходов – это создание общественного совета. Говоря простым языком, он и будет регулировать отношения купи-продай. На этот шаг пошли после совещания у главы региона Андрея Тарасенко. Он собрал всех участников рынка – сельхозпроизводителей, директоров крупных магазинов. Андрей Тарасенко акцентировал, что развитие сельского хозяйства в Приморье является одним из приоритетов его работы. Поэтому решение этого вопроса он начал параллельно на двух уровнях. На федеральном договорился с Минпромом о сборе сельхозтехники и субсидировании работ из краевого бюджета. На местном необходимо развить производство и снизить себестоимость приморской продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным. Необходимо, чтобы все придомовые магазины, крупные сети вели свою работу с фермерами. Для этого и необходимо создать общественный совет. В него войдут производители по различным направлениям – представители логистических компаний, переработчики, торговые сети и магазины, в том числе сельского значения. Мы сегодня все собрались, чтобы не нарушать ту ситуацию, которая выстроена, сделана, но найти какие-то общие понимания. Я еще раз прошу, как-то вот давайте создадим рабочую группу. Потому что все, что нужно от нас, мы поможем в этой схеме, чтобы вы все были удовлетворены. У вас есть сбыт, у вас прибыла продукция, которая достаточно будет, скажем, дешевой для вас. Но в то же время хотелось, чтобы вы эту наценку не настолько поднимали, чтобы реализация была основой производства. Внимание на безопасные и доступные продукты – это курс, который задал президент России. В Приморье эту задачу реализует комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. И результаты могли заметить сами потребители. Этой осенью в магазинах снизили цены на продукты первой необходимости. По информации Департамента лицензирования и торговли Приморского края, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем потребительская корзина подешевела на 44 рубля. Ее стоимость составила 5 тысяч 10 рублей. Картофель подешевел в среднем на 8 процентов, гречка на 7, сахар-песок на 6, лук репчатый почти на 5, яйцо куриное на 2, пшено и рис стали дешевле в среднем на 1%. К тому же мороженую рыбу с минимальной торговой надбавкой сейчас реализуют в крупных сетях и на рыбных рынках города. Горбушу по цене от 180 рублей за килограмм и навагу от 85 рублей можно найти в супермаркетах. Сельдь по цене от 57 рублей за килограмм. Килограмм киты на рынке стоит от 250 рублей. Ментая от 60, макруруса от 95 рублей. Сейчас в 14 супермаркетах Владивостока местную продукцию отметили оранжевыми ценниками. Потребитель может отдать приоритет приморскому молоку, мясу или овощам и не переплачивать. Фактически администрация города приняла решение возродить программу социальной поддержки населения «Город для людей». Она действовала с 2008 года, но затем была приостановлена по причине отсутствия эффективного контроля за ее исполнение. Еще одна важная задача, которую поставил Андрей Тарасенко – организация дополнительных площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок, на которые жители и гости Владивостока смогли бы приобретать качественные продукты питания по минимальным ценам. Что касается магазинов, им нужна все-таки продукция в какой-то упаковке, то есть им нужна продукция с какой-то постоянной цикличностью поставки и так далее. То есть у них есть определенные стандарты, особенно это что касается крупных сетей. У малых же фермеров, у малых предпринимателей не всегда есть возможность именно это постоянство выдерживать, но тем не менее им также надо продукцию свою реализовывать. Поэтому такие вот небольшие рынки, которых бы гарантированно местные производители с районов Приморского края, с Октябрьского района, с Ханкайского, с Харольского имели возможность приезжать, чтобы у них там были защищенные места для торговли без посредников. И я уверен, что именно вот такая модель даст возможность продавать без дополнительных наценок и сделать товар более доступным для приморцев. Также в следующем году в Приморье начнет работу оптово-распределительный центр. В марте начнется строительство, а к осени его уже должны сдать в эксплуатацию. Его создание, а также работу общественного совета и развитие отрасли теперь будет курировать Валентин Дубинин. В нашей программе он дал расширенное интервью. Первая и главная задача – это, конечно, оптимальные цены на продукты питания. Это главный вопрос – это мясо, молоко, ну и производные, естественно, колбасы или кисломолочная продукция и хлеб. Тема актуальная, значимая, она уже не первый раз, конечно, и поднимается, но нам поставлена задача, губернаторам, именно все-таки снизить цену. Вот главная была эта цель, и были приглашены и производители, и переработчики, и реализацией занимаются работники торговли. Вот эта категория людей. Ну, по-честному, на совещании немножечко так лебедь, рак и щука, это мое видение. Но в споре же рождается истина, и я думаю, что вот как раз создание этой комиссии – это как раз снивелировать те проблемы, которые есть. Потому что это не совсем просто, и по нашему законодательству, и по реальным возможностям на сегодняшний день ничего греха таить. Приморский край – это, пожалуй, один из самых дорогих сегодня объектов Российской Федерации по стоимости этих продуктов. Поэтому я очень одобряю, что губернатор такую линию занял. Конечно, эта работа – шашку не вытащишь и не махнешь, потому что все мечтают о прибыли. Это с точки зрения экономики никто не оспаривает. Но надо же жить и интересами жителей, и основного количества жителей, которые на сегодняшний день нуждаются в этих продуктах. Хотят их иметь. И, естественно, если мы еще пытаемся речь демографическую решать, то есть рождали, чтобы наши женщины-деток, то это нужно очень наперед смотреть и работать. А какие точки соприкосновения вот этих розничных сетей, фермеров можно найти? Ведь вы же говорите, что экономика немножко им сложновато будет. Есть точки соприкосновения? Они договорятся между собой? Путей несколько. Конечно, их много. Но, как говорят, сначала надо за стол с переговоров сесть и понять друг друга, что же мы хотим. Дело в том, что еще раньше, когда начала наша Россия становиться на новый путь, ведь можно было выбрать не то, чтобы, условно назовем, ну, животноводческая отрасль погибала, а поискать условия кооперации, работы на кооперации. Главный-то ведь вопрос по-честному разделить прибыль, которая получается от того, что произвел производитель. Но по нашему, на сегодняшний день ситуации, товаропроизводитель, это крестьянин в основе своей, он самый обиженный. Он самую малую зарплату получает и в самых худших условиях работает. Работают везде. И я никого не хочу обидеть этим. Но надо учитывать, что и доярка, и скотник, ну, и механизатор, кто в растеневодстве работает, сегодня работают на солнце, на дожде, в условиях не совсем магазинных там или кабинетных. Поэтому нам вот это все надо учитывать. И по-честному разделить эту прибыль. Чтобы к этому прийти, надо вот комиссия и главную вот эту цель будет преследовать, чтобы нам не за счет увеличения процентов на стоимость продукции, а распределения тех существующих процентов, ну, по-честному. Ну, и не могу не спросить вообще в целом про отрасль. В каком виде она вам сейчас достается? И какие шаги нужно сделать еще по развитию всего сельскохозяйственного комплекса Приморского края? Вы знаете, ну, мне, наверное, еще рано так резко говорить об отрасли. Я никого не хочу винить в этом, потому что тоже в свое время прилагал в кавычках силы, чтобы наша отрасль немножко не туда шла. Но, тем не менее, у нас в Приморском крае главное есть земля. И еще есть главные люди. Конечно, все видоизменилось, все претерпело какие-то свои изменения, но земля осталась. И, к сожалению, пока работает не вся. Это первое. Что меня пугает, это люди, которые так или иначе стареют, а молодежь мало остается и закрепляется в селе. Я вижу здесь вот работу нашу совместную с предпринимателями, со всеми. Тот, кто мечтает комплексы какие-то, строители, они должны рассматривать социальное развитие тоже комплексно. Если им нужны будут рабочие силы или какие-то особые специалисты, надо подумать, как их обеспечить квартирой. Есть ли там садик, есть ли какая-то школа. Я не говорю загрузить предпринимателя полностью всеми социальными проблемами. Но участвовать в этом надо. Разные пути есть. Ну, допустим, квартира. Это же не надо сразу и в собственность отдавать. Есть пути наши законные, что, может быть, пять, может быть, десять лет отработал там, ну, назовем специалист какой-то, агроном, допустим, да, если это в сельском. Вот, потом он может собственником стать этой квартирой. То есть появится какой-то интерес. Уже не говоря о других категориях. И учитель, и врач, или фельдшер, кто там. Они должны быть там. Если их нет, мы потихонечку отторжение делаем людей. Они уезжают, если не в город, допустим, Владивосток, или другой город Приморского края, или другого региона, а просто даже в районные центры уезжают, оставляя свои дома. А за этим же ведь стоит вахтовый метод, я не приемлю в сельском хозяйстве. Корову надо и доить, и поить, и кормить, как положено. А если вахтовый метод, то моя мама, царство и небесное, держала всегда корову. И говорила, что, ежели я ее не полоскаю, то она не отдаст мне молочка. Ну, вот, это так, ну, в том варианте. Ну, вот в вашем же родном Аннушинском районе, по-моему, в восходе строят, да, дома? Мищенко там, по-моему, строят жилье для, ну, там избу сразу ставят, по-моему, да, для работников. Он таким образом привлекает? Мищенко молодец. Вот таких, как Мищенко, надо бы побольше в край. Это не значит, что остальные все плохие. Нет, я такого не имею права даже говорить и не буду. Но я хочу, чтобы вместе с ними я направлял свои усилия на решение вот этих вопросов, социальных. Будет нормальное настроение, будет устроен ребенок, не будет болеть жена там или тот же ребенок. Рабочий будет работать, мужик, я имею в виду, мужчина. Также есть женщина. Если она уверена, что ее ребенок в садике или в школе учится и где-то там ищет наркотики или еще какую-то другую заразу, то, знаете, легче разговаривать с такими людьми, чем просто приказом и одним рублем заставлять. Это для сельского жителя деньги всем нужны. И такого я не могу сказать, что кто-то будет работать там волонтером. Нужны деньги, но не главное там так ставится вопрос, как это ставится в городе. Потому что жить немножечко с точки зрения обеспечения себе, если не ленивый и правильный образ жизни ведет, он сможет продовольствием или продуктами каким-то. Но надо же учить детей. И, правда, может куда-то съездить, посмотреть, купить, и так же хочется и машина, и еще чего-то там. Ну, в общем, это вполне нормально. Но сельские жители, они более поклонятся. В ближайшее время Валентин Дубинин отправится в рабочие поездки. Только в полях можно оценить реальное положение дел. Валентин Дубинин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok